МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце-ТВ в студии Любовь Баздарева. О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним в итоговом выпуске программы «Сахалин сегодня». А пока коротко о главных темах. Дорожный патруль. В регионе создали службу, которая будет выявлять нарушения на дорогах. Фиксировать виды нарушений, такие как скорость, а также остановка стоянка запрещена, то есть в зоне действия знаков. Всем сердцем ведущие кардиологи из Новосибирска принимают юных пациентов. Хотим проконсультироваться со специалистом из Новосибирска, задать им вопросы по нашему диагнозу, получить рекомендации. Итоги приема. Каждый четвертый островной выпускник поступил в САГУ. На следующий год у нас есть ряд планов. Во-первых, это повышенный запрос контрольных цифр приема. Мы планируем запросить еще на 20% больше. День города. Южно-Сахалинску исполнилось 142 года. Это второй городской фестиваль, который проходит здесь, на набережной реки Рогатка. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва в пятиэтажке в поселке Тымовское. Трагедия, напомню, произошла 19 ноября 2022 года в многоквартирном доме по адресу улица Библиотечная, 4А. Тогда обрушился целый подъезд, погибли 10 человек, включая четверых детей. По первой версии, в одной из квартир взорвался газовый баллон, однако следствие установило, что причиной стала эксплуатация аварийного газопровода. Его незадолго до случившегося проложили в нескольких метрах от дома. Из-за утечки, которая образовалась после повреждения трубы в ходе ремонтных работ, газ собрался в подвале и воспламенился. Разрушено 40 квартир и утрачено находившееся в них личное имущество граждан. За период расследования допрошено более 200 свидетелей, 80 человек признаны потерпевшими. Проведено более 20 трудоемких судебных экспертиз. Общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей. По трем статьям Уголовного кодекса обвиняются двое руководителей компании, обслуживающей газопровод. Их будут судить за причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также уничтожение повреждения чужого имущества в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будет Тымовский районный суд. В Сахалинской области за последние пять лет уровень аварийности снизился почти на 40%. Региональные власти намерены улучшить этот показатель. Для этого в области создали дорожный патруль. Новая служба будет фиксировать нарушения на дорогах. Белые нивы с желтой полосой на борту – такие машины будут следить за порядком на дорогах Сахалинской области. Прежде всего, дорожный патруль отправится дежурить на наиболее опасных участках автодорог, соединяющих областной центр с городами Холмск, Долинск и Корсаков. Дорожный патруль призвана обеспечить дополнительную безопасность на дорогах города Южно-Сахалинска, а также южной агломерации. В первую очередь, сохраняя жизни людей, мы создаем блага. И чем больше будет культуры на дорогах, тем больше мы будем ощущать себя в безопасности. На машинах установлены мобильные комплексы отечественного производства «Автоураган МС». Каждый включает в себя шесть камер, которые обеспечивают круговой обзор. Они позволяют выявлять разные нарушения. Это превышение скорости, выезд на встречку, неправильную парковку. Среагирует система также на непристегнутый ремень безопасности, выключенные фары, разговоры по телефону за рулем. Моя машина оборудована парконом, конкретно она будет работать в городе, фиксировать виды нарушений, такие как скорость, а также остановка стоянка запрещена, то есть в зоне действия знаков. При этом новая служба не обладает полномочиями ГИБДД. Ее сотрудники не имеют права останавливать машины и проверять документы водителей. Они будут просто операторами данной машины и будут управлять ей. Комплекс сам будет выявлять административные правонарушения, после чего сотрудник в конце рабочей смены снимает флешку, жесткий диск, передает нам в центр фото-видеофиксации для вынесения, для обработки и вынесения решений. Сообщить о неправильной парковке и других нарушениях дорожному патрулю смогут и жители. Делать это предлагают через интернет-платформу Сахалин Онлайн. Такую функцию обещают настроить в ближайшее время. В дальнейшем планируем службу эту расширять, для того, чтобы полностью все дороги Сахалинской области были покрыты нашим дорожным патрулем. В настоящее время в область поступило 4 таких машины. В планах увеличить не только их число, но и количество выявляемых нарушений правил движения. Влад Французов, Любовь Баздрева, Дмитрий Прокошкин. Солнце. В Сахалинском правительстве прошло заседание по модернизации дорожной сети. Так, в этом году планируют ввести в эксплуатацию более 40 километров трасс регионального значения. Основные работы в ближайшие годы проведут на маршруте Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск. Одним из важных этапов, которые завершат до конца года, это реконструкция основного участка трассы Южно-Сахалинск-Сенегорск. В ходе капитального ремонта появится полное покрытие асфальтом, а также обустроят тротуары, автономное освещение, автобусные остановки, дорожные знаки и разметку. Контролируем температуру асфальтобетонной смеси, устройство розлива вяжущего на данный момент, ну и производим отбор асфальтобетонной смеси. Мы каждый день находимся на объекте, контролируем производственные процессы. В данный момент устройство верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Также в последующем будет устраиваться покрытие. Одним из ключевых направлений транспортного развития остается расширение полос областного центра. Речь идет о трассе Южно-Сахалинск-Корсаков. В 2026-м на участке от базы Восток до Портового города должно появиться 4 полосы движения. Работы стартуют уже в этом году. Мы столкнулись с проблемой, что очень много людей сейчас покупают загородные участки и утром едут на работу и попадают в очень большие пробки. В настоящее время проектная сметная документация прошла и получила положительное заключение госэкспертизы. Начаты конкурсные процедуры, по результатам которых будет определен подрядчик. Приступают к работам в текущем году. Срок завершения – 28-й год октябрь месяц. В центре внимания окажется и западное побережье острова. В том числе заасфальтируют почти 24 километра полотна в Тамаринском и Углегорском районах. Что касается трассы федерального значения Южно-Сахалинск-Аха, то к концу года полностью отремонтируют автомобильную дорогу до Ноглик. На этом участке очень сложные геологические условия. Поэтому проект будет реализовываться в два этапа. Дальше работа продолжается на участке порядка 50 километров. Это участок Ноглик и Аха. И в следующем году то место, где нет дороги, скажем так, совсем, мы планируем привезти в твердое покрытие для того, чтобы грунты настоялись. С дальнейшим асфальтобетонным покрытием уже в начале 26-го года. Важной задачей в регионе остается ликвидация всех грунтовых разрывов. В рамках федеральной программы развития сельских территорий дополнительно заасфальтируют около 4 километров полотна на Курильских островах. В частности, местных автодорог на Итурупи, Кунашири и Шикотани. Работы на этих участках завершат к середине декабря. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин. Солнце.ТВ. Сахалинская область почти полностью готова к очередному отопительному сезону. Через считанные недели тепло дадут сначала в социальные объекты, а затем в жилые дома. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу обеспечить бесперебойную работу котельник и исключить проблемы на сетях и в коммуникациях. В течение лета по всему региону проходили масштабные работы на объектах коммунальной инфраструктуры. По данным областных властей, готовность системы сегодня превышает 90%. Капремонт произведен на 13 километрах теплотрасс, почти 29 километрах водопроводов и около 7 километров сетей водоотведения. В Южно-Сахалинске на нескольких объектах должны закончить работы к началу отопительного сезона. Можно сказать, что у нас сейчас проверено котельное оборудование, их готовность 100%. И сейчас остаются небольшие работы, связанные с подготовкой КОЗП. Также, кроме оборудования теплоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций, планов проверки к отопительному сезону, проверяется готовность жилого фонда совместно с государственной жилищной инспекцией. Сейчас коммунальщики проверяют состояние подвала в многоквартирных домах. Те, что потапливают из-за неисправности сетей, срочно ремонтируют. В жилых строениях, которые заливают грунтовыми водами, в будущем году планируют провести водоотведение и гидроизоляцию. В областном центре в жилом комплексе «Горизонт» откроет новый детский сад. Он рассчитан на 480 мест и состоит из двух корпусов. Первых воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет учреждение примет уже в октябре этого года. Глава региона Валерий Лемаренко проинспектировал будущее дошкольное учреждение. Название для нового детского сада южно-сахалинцы выбирали путем голосования. Большинство отдало предпочтение варианту «УМКО». Сейчас в дошкольное учреждение зачисляют воспитанников и нанимают персонал. А ребятишки уже ходят? Нет, еще пока не ходят, но у нас уже 200 человек живающих. Пищеблок большой территории, что способствует по сантринам. Здесь у нас холодильное оборудование, комната для персонала, а у них есть даже душевая, чтобы можно было... Ну да. Новый объект обеспечит потребность в дошкольном образовании жителей ЖК «Горизонт», планировочного района «Лиственичное», «Весточки» и ближайших территорий. В строящемся районе помимо детского сада планируют возвести школу на 550 мест и запустить котельную. Как защититься от внешних угроз в области информации? Эту тему на этой неделе обсуждали на конференции «Сахалинтехсекьюрити». Она продлилась два дня и собрала около 500 человек из 20 регионов России. Основа безопасности, по мнению участников конференции, лежит в независимости. Поэтому сейчас в России идет упор на импортозамещение, чтобы все сферы жизнедеятельности страны были оснащены своим отечественным оборудованием. Это касается и IT. В последнее время вектор атак больше нацелен на госорганы и на любой бизнес. То есть действительно количество атак возросло. Но в том же время у нас и растет, и развивается наша отечественная средств защиты информации. Конференция как раз большая площадка, чтобы поделиться своим опытом, презентовать новые продукты. Она собрала представителей 20 компаний, которые занимаются разработкой не только серверов защиты, но и IT-оборудования. Мы открыли в конце прошлого года новый завод. И на нашем новом заводе есть линии поверхностного монтажа материнских плат. Сейчас мы сами производим материнские платы. А также операционных систем и программного обеспечения. Среди них отечественный офисный продукт R7. На данный момент, если рассматривать функциональность его, он полностью замещает Microsoft. То есть все документы, которые есть и ранее уже используются в Microsoft, вы можете, соответственно, открыть его в нашем решении и использовать его для дальнейшей работы. Большое внимание на конференции уделили вопросам безопасности искусственного интеллекта. Сахалин передовик по его применению в России. В регионе реализуют проект, согласно которому ИИ внедрили в сферу медицины, дорожного хозяйства и благоустройства. В планах за несколько лет использовать виртуального помощника в более 100 процессах. Другой вопрос, как применить искусственный интеллект в продуктах информационной безопасности. Мы хотим сейчас понять, какая есть передовая практика, сравнить это с тем, что происходит у нас, взять в себе наиболее сейчас продвинутые решения, ну и поделиться своим опытом, что у нас имеется. То есть с точки зрения искусственного интеллекта у нас опыта уже много. С точки зрения технологических решений по информационной безопасности, основанных на ИИ, мы пока в начале пути. Делиться опытом участники будут два дня. В пятницу им проведут воркшопы. Производители софта будут показывать мастер-классы по работе с оборудованием, а также пройдет киберполигон. Это учения, нацеленные на отработку навыков реагирования на информационные атаки. Дмитрий Петров, Любовь Баздарева, Александр Кютюнников, Антон Пестов, Солнце-ТВ. Агропромышленный парк в Южно-Сахалинске заработает в ближайшие недели. Сейчас строительство объекта находится на заключительной стадии. Агропарк будет иметь три корпуса. Каждый из них возведен на 95-98%. В помещениях компании-резиденты уже готовятся приступить к монтажу оборудования. Ход строительства проинспектировал председатель регионального правительства Алексей Белик. Агропарк – это овощехранилище, производственно-складской корпус и оптово-распределительный центр. В них пищевые, торговые и сельскохозяйственные предприятия смогут производить, перерабатывать и хранить продовольствие. Продукты будут более дешевыми и доступными на полках магазинов за счет того, что будет отсутствовать логистическое плечо дополнительное и тем самым будет удешевлена продукция. Технологии, которые здесь применяются, позволят хранить продукцию, которая осуществляется по хранению на низких температурных режимах от 0 до 5 градусов, а также шоковой заморозке до 37 градусов. Это поможет избежать высоких потерь продовольствия из-за их хранения на морально устаревших складах. Сейчас резиденты уже занимают места в новом комплексе. Один из лидеров розничной торговли на Сахалине арендовал значительную площадь в оптово-распределительном центре. Это более 5000 палитомест в сухом складе, а также холодильные и морозильные камеры хранения. Начало работы с агропарком даст нам возможность работать и заключать контракты напрямую с производителями. Это сократит и время логистики, и время обработки грузов. Отмечу, что на территории комплекса местные производители намерены выпускать 62 номинования пищевой продукции. В Южно-Сахалинске продолжают обновлять фасады многоквартирных домов. Напомню, их оформляют в едином стиле, который был утвержден дизайн-кодом. Для восстановления исторического облика, по данным мэрии, в этом году отремонтируют 31 здание. 8 из них по улице Ленина. В этом месяце завершен капитальный ремонт в доме 279. Здесь выполнено окрашивание стен, отделка балконов, наложены декоративные элементы. Это по старым эскизам взят нашей архитектурой. Созданы проекты, согласно которым восстанавливается этот облик, при этом делается утепление также фасада. Ремонт фасадов на улице Ленина планируют завершить до ноября. В результате улучшат свой облик дома, расположенные по четной стороне улицы до Пограничной, а по нечетной – до Проспекта Победы. Каждый фасад утеплят, заменят окна и двери в местах общего пользования. Отремонтируют входные группы. В случае необходимости обновят отмостку вокруг здания. Напомню, в прошлом году на Ленина преобразили 8 домов. В детскую городскую поликлинику приехали ведущие кардиологи из Новосибирска. В Южно-Сахалинске специалисты пробыли два дня. За это время они провели прием и оперативное лечение. Речь идет как о юных пациентах с врожденными пороками сердца, так и с приобретенными заболеваниями. Подробности расскажет моя коллега Валерия Елисеева. Сахалинцы прибыли из разных уголков острова, чтобы получить консультацию у специалистов из Новосибирска. Оксана Котельникова из Паранайска. У ее сына с 8 лет наблюдается нарушение сердечного ритма. По рекомендации лечащего врача, женщина решила воспользоваться помощью сибирских медиков. Мы хотим проконсультироваться со специалистами из Новосибирска, задать им вопросы по нашему диагнозу, получить рекомендации, получить какие-то, может быть, скажут, что как нам лечение, что там принимать, что в дальнейшем будет. Специалисты с материка каждый год приезжают в островной регион. Среди них кардиологи, аритмологи, реаниматологи. Они поделятся новыми методиками с сахалинскими врачами. В частности, с технологией имплантации электросимуляторов для сердца, но с улучшенными физиологическими особенностями. Сейчас начали производить новые электроды и вот эта новая технология. С помощью специальных устройств мы имплантируем проводящую систему сердца и создаем физиологическое сокращение сердца. Это очень важно, потому что нефизиологическое сокращение сердца приводит к развитию сердечной недостаточности. В этом случае пациентов не будет развиваться тяжелой сердечной недостаточности. Они могут вести себя как полноценные люди, никто не будет участвовать в этих стимуляторах. Ранее операции для детей проводили открытым способом с остановкой сердца, что связано с высоким уровнем травматизма и серьезными рисками для жизни пациента. Теперь применяется малоинвазивная методика с помощью прокола сосуда на ноге и ввода специального клапана. Это позволяет гораздо быстрее восстановиться и вернуться к нормальной жизни и активным занятиям. Это устройство для закрытия самых частых рожденных порохов всех дефектов межпредсельных перегородок. Работает он примерно таким способом. То есть он достаточно мягкий, помещается в специальную трубочку, трубочка доставляется прямо к дефекту. Вначале открывается один диск, прижимает. Вот, собственно, вот так же работает. Закрывает дефект полностью. Для островных врачей специалисты с материка проведут мастер-классы по реаниматологии, а также несколько лекций. А в завершении состоится конференция для всех медицинских специалистов. Значит, оказывают практическую помощь. Конечно же, личное общение – это всегда очень интересно. Это всегда какие-то практические советы, моменты, которые, конечно, помогают развиваться нам, врачам. Сибирские врачи будут вести прием в детской поликлинике до 21 сентября с 8 до 16.00. Специалисты также отберут юных пациентов, нуждающихся в оперативном лечении. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. В Сахалинском государственном университете подвели итоги приемной кампании. Ее результаты в главном вузе страны назвали рекордными по количеству абитуриентов. Речь о желающих поступить на программы высшего образования, включая и бюджетное, и платное обучение. Среди них есть и те, кто будет учиться по целевому набору, по запросу от конкретных работодателей. Такого числа новых студентов более тысячи человек в САГУ не было последние пять лет. Университет выполнил задание, назначенное Федеральным министерством науки и высшего образования. На следующий год у нас есть ряд планов. Во-первых, это повышенный запрос контрольных цифр приема. Мы планируем запросить еще на 20% больше, поскольку планируем развитие, планируем открытие новых направлений, в том числе в инженерной деятельности, в рамках развития передовой инженерной школы. Для этого создадут дополнительные профильные классы для старшеклассников. Новая приемная кампания, говорят, в ВУЗе, начнется уже в октябре с родительских собраний, Олимпиады Сахалин-Тех и продолжения проекта 500 школьников. Напомню, в 2026 году планируется радикальное обновление САГУ. Сейчас для него строят учебные корпуса и общежития. Южно-Сахалинскую исполнилось 142 года. Этот праздник горожане отметили серией фестивалей, концертов и праздничных гуляний. Основными площадками стали Площадь Победы и Городской парк. Подробности в материале Дмитрия Петрова. Ароматы роз, ромашек и других благоухающих растений окутали все пространство новой набережной реки Рогатка. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в акции «Царь-букет». Чтобы украсить главный арт-объект своими цветами, жителям проводили мастер-класс по флористике. Результатом коллективного труда стала огромная инсталляция. Это второй городской фестиваль, который проходит здесь, на набережной реки Рогатка. В прошлом году состоялся наш дебют. Он прошел с успехом. Мы получили положительный отзыв от жителей города и решили сделать его доброй традицией. Благоухание растений сменил аромат чеснока и специй. В парке состоялся фестиваль кимчи. Он объединил 200 участников и сотни зрителей. День города у сахалинских корейцев совпал с национальным праздником Чусок – праздником урожая. Для масштабного мастер-класса организаторы закупили 700 килограммов пекинской капусты, а готового блюда получилось около тонны. В этом году мы решили провести необычный фестиваль. Почему необычный? Потому что каждый год мы только проводим фестиваль, показываем классическую кимчу, как правильно приготовить. А сегодня у нас будет два вида. Значит, пек кимчи – это белая кимча, и классическая кимча – острая. Пожалуй, одной из самых волнительных представлений стало выступление спортсменов на озере Верхнем. Волны и брызги воды от аквабайков моментально захватили внимание зрителей, когда райдеры начали исполнять различные пируэты. На нем можно много всяких разных трюков делать, прыгать, кататься на ровной воде, на волнах прыгать, сальто делать всевозможные, особенно когда есть волны. Завершился 142-й день рождения Южно-Сахалинска вечерней концертной программой. Перед зрителями выступили сахалинские артисты Академии Ларисы Долиной, а также звезды российской эстрады. Дмитрий Петров, Алексей Нестеров, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Сахалинс» сегодня, и мы продолжаем. На автобусных остановках в Южно-Сахалинске размещают щиты со схемами движения общественного транспорта нового образца. Они содержат информацию о расписании и маршрутах. Табличку разрабатывали около года. За основу взяли опыт других регионов, говорят в мэрии. Сейчас в городе действует 40 автобусных маршрутов. Данные о них, а также о перспективных направлениях напечатаны на щитах. Закончить их размещение на остановках должны до 30 сентября. Задумка была в использовании, в построении маршрута от точки А в точку Б. Около каждой линии также вы можете найти номера автобусов, которые двигаются именно по данному направлению. Они обозначены также своим цветом. В том числе можно заметить, что линии на схеме отличаются по толщине. Это как раз зависит от того, с какой частотой и периодичностью маршруты проходят по данному участку. Всего в областном центре, включая пригороды, 501 остановочный пункт. Правда, павильонами оборудованы только 396 из них. Там, где позволяет конструкция, сооружение, щиты для удобства пассажиров, разместят и внутри, и снаружи. Региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо» на этой неделе собрал 55 школьников. Это 14 команд из 13 районов. Ребята продемонстрировали знания правил дорожного движения. К примеру, соревновались в навыке езды на велосипеде. Как прошло испытание, расскажем далее. Правило номер один – экипировка. Прежде чем сесть на велосипед, юные инспекторы движения надевают наколенники, налокотники и шлем, чтобы в случае, например, падения снаряжение смогло защитить от травм. Мы тренировали в школе и здесь тренируемся. За велосипеды сели ребята 10-11 лет. Здесь они показывают, что не просто умеют быстро ездить, а преодолевать разные препятствия. Их было 8. Объехать стойки, перенести предмет из чаши в чашу, проехать буквы «С» по кочкам, затем по кругу с веревкой, далее узкий проезд и прицельное торможение. Задания выполняли на скорости. За сбитые фишки начисляли штрафные баллы. В цепочке были сложности и в шарике. А почему? В шарике? Ну да, что там надо? Ноги тряслись. Надо было взять и переложить потом в другую. Фигурное вождение – это второе испытание регионального конкурса «Безопасное колесо». До этого ребята прошли автогородок. Там их проверили на знание дорожных знаков, сигналов светофоров, пересечении перекрестков. Нельзя переходить, езжя на велике через пешеходную дорогу. Нельзя переходить дорогу на красный свет и бегать, когда ты идешь через пешеходный переход. На зеленый – едь, на красный – стой. Желтый – приготовься. Когда идет пешеход, надо остановиться, чтобы не сбить его. Не переходить ни в коем случае на красный свет и не бросаться под колеса машины. Всегда нужно двигаться по правой полосе. Когда ты ехал на велосипеде, надо слезать с велосипеда, когда шел по пешеходному переходу. Нельзя ехать по левой стороне дороги, потому что можно поехать по встречной дороге. Впереди у ребят еще несколько испытаний. Теория по ПДД, медицина ОБЖ. Там они будут разбирать ситуации, связанные с безопасностью дорожного движения. По словам организаторов, данные задания помогут детям в реальной жизни. В первую очередь это делается для того, чтобы воспитать законопослушных граждан. Они у нас помогают в нашей работе, а именно рассказывают правила дорожного движения в школах. Также проводят какие-то разнообразные акции на улицах районов, городов. Итоги этих соревнований подведут в субботу. Кроме кубков и грамот, победитель отправится в следующем году представлять островной регион на всероссийский этап безопасного колеса. В этом там выступали ребята из 30-й школы Южно-Сахалинска. Среди 86 команд они заняли 19-е место. Влад Французов, Любовь Баздырева, Александр Тетюников, Антон Пестов. Солнце ТВ. Волонтеры из группы «Друзья океана» прошли очередную тренировку по спасению китов. Напомню, эти сахалинцы оказывают помощь морским животным – тюленям и китообразным. Объединение на базе экологического клуба «Бумеранг» работает с 2016 года. За это время они спасли тысячи млекопитающих. Главная проблема для крупных морских обитателей – это то, что остается после рыболовецкого промысла. Сети, особенно жаберные, закольцованные на канатах мусор, крабовые ловушки, обездвиживают и убивают животных. Добровольцы обучены освобождать их, не причиняя вреда. Очень важный момент такой, что киты запутываются по вине человека. То есть это тот мусор, который бесконтрольно бросается в океан, сносится в океан. И только наша возможность, человеческая ответственность может остановить эту ситуацию. Я думаю, что это очень было бы правильно – исключить сам повод запутывания китов. Учения прошли на озере Буссе. Волонтеры три дня изучали теорию и отрабатывали практические навыки по работе с китами. Друзья океана – единственная группа в России, имеющая международный допуск для помощи крупным морским млекопитающим. В июне, напомню, они помогали спасти горбатого кита в мурманской тереберке. Медведи выстроились за рыбой. Видео с таким комментарием в четверг тиражировалось в сахалинских телеграм-каналах. Кадры из мира животных были сняты на обочине дороги, расположенной на территории Паранайского района. Вместо притяжения медведей этот участок превратился из-за инцидента с грузовиком. По словам очевидцев, из кузова машины высыпалась рыба. Часть собрали, остатки грейдером стянули на обочину дороги. Там и образовалась столовая для косолапых. На кадрах видно, что увлеченных едой медведей отнюдь не смущают проезжие мимо автомобилей. В областном центре провели 14-й библио-ярмарку. Сахалинский арбат объединил мастеров и ремесленников. Площадкой для проведения стало пространство вокруг областной библиотеки. Здесь можно купить практически все. Так говорят о библио-ярмарке посетители. В каждом изделии сахалинских мастеров и ремесленников остается частичка души, а книжная атмосфера помогает усилить эффект от присутствия. У нас в семье чтение популярно. Мы любим читать книги, мы любим их рассматривать, мы любим даже что-то придумывать новое, поэтому нам нравятся такие мероприятия. Сахалинский арбат на территории областной библиотеки проводят 14-й год подряд. Организаторы стараются пригласить максимальное количество местных мастеров, чтобы таким образом поддержать талантливых людей. Чаще всего на прилавках ремесленников встречаются украшения, сделанные своими руками. Я использую сахалинские материалы. Природные часы в своих украшениях – это и янтарь, это и, может быть, манжурский орех, и наш плавник морской, сердолик, который мы находим на пляжах. Привожу камни я из разных мест, из-за границы приезжаю, привожу. Это Индия, это Таиланд, это Китай, это Урал. Есть на библио-ярмарке место и благотворительным акциям. В этом году организовали даже ресталище, которое стало популярно не только у детей, но и у взрослых. Также участники проводили различные интеллектуальные игры и мастер-классы для всех посетителей. Мастер-классы, как правило, на Арбате связаны с ручным трудом. Это создание книжки малышки, например, или создание всевозможных аппликаций тематических. У нас этот сахалинский Арбат посвящен году семьи, и поэтому все вот такие тематические мероприятия так или иначе связаны с родственными связями. По словам организаторов, традиционно сахалинский Арбат посещают до полутора тысяч человек. И этот год не стал исключением. Дмитрий Петров, Алексей Нестеров, Антон Пестов, Солнце ТВ. Чувашский государственный театр «Кукол» приехал в Южно-Сахалинск. На острове коллектив из Чебоксар покажет для юных зрителей три спектакля. Его гастроли проходят со всеми декорациями и костюмами. В показах будет занята вся труппа – 15 актеров. В сахалинске смогут увидеть постановки «Мишкина каша», «Спящая корсавица» и «Сказка о ежике», «Волшебном лесе» и еще кое о чем. Они рассчитаны на детей всех возрастов. Каждую сказку покажут трижды. Гастроли завершатся в субботу 21 сентября. Во-первых, Мишкина каша. Режиссером является Антонина Александровна. Доброго. Да, мы с ней не первый раз работаем. Четыре постановки. Да, четыре постановки. Она уже знает нас, она уже нам родной человек, поэтому Мишкина каша, конечно. Это хороший спектакль для семейного просмотра. Там будет и деткам хорошо, и взрослым. Чувашский театр «Кукол» уже бывал на Сахалине пять лет назад. Коллектив участвовал в фестивале на «Островах чудес». Добавлю, что нынешний визит состоялся благодаря федеральному проекту «Большие гастроли». Его участники из разных городов обмениваются показами. Сахалинские артисты посетят Чебоксары в октябре. Около 400 спортсменов поучаствовали в гонках с препятствиями «Прайдрейс». Состязания прошли на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». На старт вышли ребята от 3 до 14 лет. В этом году это последнее соревнование. На закрытие сезона массовых забегов побывала моя коллега Валерия Ельсеева. Перед стартом всех участников ждала разминка. Дети внимательно повторяли все упражнения за тренером. Здесь как и новички, так и опытные спортсмены. Каждый из них настроен весьма решительно. Потому что победа – это не главное. Главное – участие. Конечно, нужно. И обязательно нужно. И как можно чаще. Ну и, в принципе, Федерация «Прайдрейс» проводит их нередко. На самом деле, во-первых, это, конечно же, комьюнити. Это собираются ребята, участвуют. Это спортивный интерес. Это знакомства новые. Это круто. Сначала на старт вышли самые маленькие участники в возрасте от трех до пяти лет. Дистанцию в 500 метров они преодолевали вместе с родителями. А на финише их ожидали заслуженные медали. Парк! Внимание! Марк! Сейчас мы второй раз. Эмоции только положительные от таких мероприятий. Поэтому это вовлечение ребенка в спорт. Поэтому эмоции только положительные. В принципе, все прошли, да, сына? Все получилось? Ну, очень понравилась полоса, в принципе, для детей такого возраста. Не сильно сложная. Детям понравилось, взрослым понравилось. Участвуем первый раз. Следующими на забег вышли участники постарше. Для них была подготовлена дистанция в один и полтора километра. В зависимости от их возраста. Уровень гонки с препятствиями Pride Race увеличивается с каждым годом. Организаторы постоянно добавляют новые задания, чтобы сделать участие более увлекательным. Вообще, наш проект и забеги с препятствиями, в принципе, на Сахалине, они существуют с 2018 года. Федерация у нас уже зарегистрирована, аккредитована порядка двух лет. Ежегодно мы проводим около 10 спортивных мероприятий и для взрослых, и для детей разного формата. Это и ниндзя соревнования, и какие-то соревнования на стадионе, соревнования в спортзале, и наши классические гонки. Помимо положительных эмоций и настроений от соревнований, все участники получили медали. А победители и призеры попали в рейтинг, который позволит сформировать Сахалинскую сборную. Российский кикбоксер, чемпион мира и Европы Владимир Минеев встретился с губернатором Валерием Лимаренко, чтобы обсудить создание спортивно-патриотической базы. Там будут заниматься островные дети. Объект намерен открыть на дальневосточном гектаре в Нивском районе, который получил спортсмен. Владимир – участник СВО, сейчас в отпуске по ранению. Он рассказал Валерию Лимаренко, что площадка расположена напротив Успеновского военного полигона. На ней спортсмен планирует построить базу, где будет заниматься с детьми спортивной подготовкой. Мы успели обсудить возможность проведения здесь спортивного мероприятия большого для жителей острова и развития спортивного туризма и спортивно-патриотического направления, которое я собираюсь развивать здесь, на своем дальневосточном гектаре. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что именно такие идеи сейчас нужно реализовывать. Особенно важную роль в правильном патриотическом воспитании молодежи играет спорт. На Сахалине прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Николая Петровича Карпенко. Боролись за звание кандидата мастера спорта юноши и девушки до 18 лет. Ответственные состязания стали для спортсменов и возможностью встретиться с заслуженными мастерами спорта страны. Подробности смотрите в материале Дмитрия Петрова. Под крики болельщиков и тренеров спортсмены на ковре переходят из стойки в партер. Отдать спину нет желания ни у кого, поэтому борьба идет серьезная. Для участников всероссийских соревнований по вольной борьбе этот турнир стал возможностью спортивного роста. Это в первую очередь выполнение норматива кандидата мастера спорта. Естественно, это хороший опыт, так как мы все лето были на сборах, учебно-тренировочных сборах в Республике Дагестане. И на соревнованиях хорошая возможность проверить свои навыки, чему научились и, естественно, закрепить. Как говорится, спортсмен становится спортсменом только на соревнованиях. Всероссийские соревнования по вольной борьбе носят имя Николая Петровича Карпенко. Поддержать участников и дать напутственные слова приехала его дочь Анастасия. Николай Петрович Карпенко своим многим спортсменам дал путевку в будущее. То есть много кто по всему миру разъехались. Это такие люди, которые и спортсмены, и тренера, и в разных областях они реализовались. И для многих, все знают, что это был для них второй отец. Оценить подготовленность сахалинских спортсменов приехала заслуженный мастер спорта и старший тренер женской сборной России Анна Шамова. Борьба на Сахалине развивается. Рады, что проходят. Конечно, хотелось бы больше зрителей, больше участников. Ну, я думаю, что турнир развивается, как бы, я думаю, что это все должно, ну, будет все. Борьба прекрасный вид спорта, который развивает все навыки человека, спортсмена. Всего в соревнованиях приняли участие более 130 борцов из Амурской, Московской, Новосибирской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республик Бурятия и Саха, Приморского и Хабаровского краев. Приглашенных детей не так много, в связи с тем, что просто с билетами проблема, с самолетами и так далее. Сейчас идут там отпускные всякие, значит, у нас там дела. Много туристов в Сахалине приезжают, здесь цена билетов очень дорогая, и поэтому детей мало приехало с Дальнего Востока, со взял Дальнего Востока. Поэтому считаю, что есть над чем подумать, чтобы какие-то льготные билеты были для детей. Можно делать турнир больше. Места на пьедестале среди юношей заняли исключительно сахалинские спортсмены. Как и самыми сильными девушками признаны трое островных спортсменок. Дмитрий Петров, Алексей Нестеров, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ. В областном центре проходит открытый региональный турнир по гандболу под названием «Осенний кубок». Титул сильнейших игроков оспаривает 15 школьных команд из Южно-Сахалинска. Площадкой для соревнований стал учебно-тренировочный центр «Восток». Подробности в сюжете Валерии Елисеевой. Для Сахалина гандбол – молодой вид спорта. Однако островные ребята уже знают толк в игре. Они успешно завоевывают призовые места как на региональном, так и на всероссийском уровнях. На Дальнем Востоке и на всероссийском в Тольятти. На самом деле я не ожидал, что мы выиграем какие-то места призовые, потому что мы начали заниматься только недавно. Там играли те, кто уже давно начали играть в гандбол. Ну, получил хорошие эмоции, опыт тоже важный. Захар Щербенко занимается гандболом два года и уже стал капитаном своей команды. Парень выбрал этот вид спорта из-за подвижности и умения развивать тактическое мышление. А в своих планах Захар играет только на победу. Мы выигрывали область, школьные этапы. Ну, тренируемся, занимаемся. Ну, игра с командой, как бы, когда все работают слаженно, все происходит в моменте как-то и нет никаких загвоздок. В отличие от футбола, здесь в мяч играют руками. Основная задача – забить как можно больше голов в ворота противника. Матч состоит из двух таймов. Для младших по 20 минут, для старших – 25. Состязания ведутся по круговой системе. Соревнования проходят, да, в каждой категории. У нас четыре категории участников. То есть это старшие мальчики 2009-2011 год и младшие мальчики 2012-2013 год. Также по девочкам у нас идут две категории – старшие девочки и младшие девочки. В островном регионе гандбол появился около двух лет назад. Уже порядка 17 образовательных учреждений обеспечены необходимым спортивным инвентарем и методическими пособиями. Кроме того, учителя физической культуры прошли специальные курсы и активно преподают этот вид спорта в школах. Самая большая проблема у нас – это спортзалы. То есть спортзал для гандбола нужен достаточно большой – 20 на 40. Ну, это мини-футбольный хотя бы спортзал. Их у нас, к сожалению, очень-очень-очень мало. Тем более в школах. То есть доступность в школах именно в полноценном игре гандбола минимальная, к сожалению. Сами инвентаря здесь ничего сложного – мяч, ворота. Матчи продлятся до 22 сентября. По итогам соревнований победители и призеры получат кубки и медали, а также специальные сертификаты. А в октябре уже состоится первенство Сахалинской области по гандболу. В нем примут участие спортсмены из Приморского края, Амурской области, а также островные команды. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце.ТВ Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии была Любовь Бастрева. Напомню, свежие новости Сахалинской области мы рассказываем на Солнце.ТВ каждый вечер в 20.00. А сюжеты, выходившие в эфир, можно найти на нашем YouTube-канале. Всего доброго и до встречи! Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце погоды – компания «Империя». Солнце погоды – компания «Империя». Двери от «Империи». 25 лет с вами. Двери от «Империи» покупай в рассрочку. Выгодно и точка. Установка с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по единому номеру 505-500 и на сайте 3w505500.ru Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok